Итак, друзья, Windows 11 станет быстрее, реально станет быстрее, и так далее в 2022 году. Чего? Microsoft сформировала специальную команду для решения проблем с производительностью. Только в 2022 году, друзья, я показывал вам тесты, да, в Battlefield V5, к сожалению, значит, Windows... Короче, при последнем патче Windows 11 теперь у нас просадки где-то на 25% относительно Windows 10, ну, в Battlefield V, ну и в других, скорее всего, играх, да. Значит, но, друзья, нам обещали решить эту проблему, это все у процессоров AMD Ryzen, значит, у меня 3700X. Нам обещали решить ее уже очень давно, и вышла последняя заплатка, и, соответственно, было 33% падения в Battlefield V5 на Ryzen 73700X, да. То сейчас где-то падение 25% при последнем патче, 25%. Это тоже очень плохо. Компания Microsoft планирует в следующем году основное внимание уделять производительность новой операционной системе Windows 1, к которой сейчас у пользователей имеются нарекания. Да, нарекания есть, друзья. Такую информацию раскрыли во время традиционной сессии IMA на социальном новом ресурсе Reddit. А когда команда разработчика Windows отвечала на вопросы, один пользователь прокомментирует тенденцию к медлительности пользовательского интерфейса, сохраняющегося в Windows 11, на что команда, это даже про интерфейс они говорят, они даже не скрывают, что интерфейс тормозит. Команда Microsoft ответила, в 2022 году, хорошо, что не в 2023, мы будем уделять особое внимание производительности. Большая часть внимания, или большая часть внимания будет уделяться запуску операционной системы приложений. Что касается рендеринга элементов пользовательского интерфейса на экране после загрузки фреймворка, мы протестировали масштабируемость таких вещей, как размещение 10 тысяч кнопок на экране и так далее. Этот же пользователь продолжит обсуждать свои проблемы с низкой производительностью Windows 11, Windows 11, в том числе с проводником, почему Windows 10 затронул, непонятно, и медленным контекстным меню, которое открывается по нажатию правой кнопки мыши. Он подчеркнул, что все это фактически заставило его вернуться в Windows 10 на домашних компьютерах. Друзья, так и есть. Я уже говорил вам о том, что если у вас компьютер старенький, слабенький, и он еще и не поддерживает Windows 11, лучше сидеть на десяточке. Я сижу на таком ноутбуке на десяточке. Значит, в промедленном контекстном меню. Он подчеркнул, что все это фактически заставило вернуться на десятку. Microsoft отвечает, что некоторые жалобы действительно связаны с производительностью продуктивности, продиктованной WinUI, однако другие никак не связаны с продуктом команды разработчиков Windows. Чего? Некоторые жалобы действительно связаны с... А, ну понятно, с производительностью, однако другие не связаны с... Да, то есть жалуются как бы на Windows, да? Ну вот, это не связано с разработчиками Windows. Ну как бы, ну нормально, да, логично. Также представители компании еще раз подчеркнули, что в 2022 году производители... В году производительности будет уделено особое внимание. Друзья, это в первую очередь, чему надо уделять внимание. Ну представьте себе, процессор выходит новый от Intel, а он хуже, чем предыдущий, что, кстати, встречается. Ну представьте, вы покупаете там несколько раз дороже процессора, а он хуже, чем тот, который у вас был. Дешевле и слабже и так далее. Также предстоит компания, еще раз подчеркнув, что производитель будет уделяться. И что, Microsoft же сформировал, но это уже говорили, специальную команду. Для решения проблем. Друзья, что я хочу сказать. Не устанавливайте Windows 11. Я вас спрошу, если у вас старый, не поддерживаемый Windows 11 ноутбук, десяточка будет работать лучше и быстрее. Друзья, вот, собственно, и все. Вот как-то так, такая новость. Ну и, конечно же, она просто, она просто смешная. Станет, да-да-да, Windows 11 все будет работать, все будет хорошо. В 2022, черт возьми, году? Котейкова здесь сидит, она просто офигевает нафиг. Она просто смотрит у меня вот такими круглыми глазами. Говорит, Костян, что происходит? Почему? А я ничего, я не могу ответить. Ничего. Ссылка на новость, как всегда, будет в описании. Все, доброго всем. А, и еще, друзья, вышло обновление 21H2 на Windows 10. Мы ждали его больше года. А, это оказалось малюсенькое обновление. Такое, там, я не знаю, там, такое ощущение как будто на 100 мегабайт. Она быстро скачалась, быстро установилась. И, друзья, я вообще хочу задать вопрос, чем компания Microsoft вообще занимается, в принципе. Компания Microsoft сейчас дороже Apple. Дороже Apple стало вот на днях. Чем занимается компания Microsoft? Продолжение следует...